Продолжаем выпуск. Подозреваемый в деле об убийстве 7-летней Виктории Гани пытался свести счеты с жизнью. Константин Мухин даже оставил предсмертную записку. В ней он обвинил полицейских в выбивании признательных показаний. Как сообщалось ранее, школьница из города Рудного Кустанайской области пропала в конце апреля этого года. Спустя месяц ее обнаружили мертвой со следами насильственной смерти. Как расследование одной трагедии едва не привело к другой, расскажет Нина Шапо. Убийство Виктории Гани стало трагедией не только для ее родных, но и для тех, чьи братья, мужья и сыновья попали в число подозреваемых. Только в бюро по правам человека обратились пять рудничан, пострадавшие от рукоприкладства и психологического давления полицейских. Ольга Мухина – мать того самого человека, которого фактически обвинили в убийстве 7-летней Виктории Ганя. Женщина с трудом сдерживает слезы. Недавно она едва не потеряла сына. Константин Мухин пытался покончить жизнь самоубийством. После одного из допросов с пристрастием он направился прямиком к озеру, чтобы утопиться. Там мужчину и застала беспокоенной его долгим отсутствием мать. Согласись, что это ты, и мы тебе деньги заплатим, миллион, скинемся на командировочные, заплатим деньги, да, ему и били, били его. Били так хорошо, и говорит, если ты не признаешься, мы сейчас тебя к уголовникам, и ты знаешь, мы скажем, что это ты по поводу Гани, и ты знаешь, что с тобой там делают. В итоге у подозреваемого случился нервный срыв, и сейчас он находится в психиатрическом диспансере. В отношении тех, кто якобы пытал Мухина, возбуждено уголовное дело. Правда, полицейское начальство все еще не знает, кто именно из сотрудников проводил допрос. То, что творилось в здании Руднинского ОВД, конечно, по отношению к нему сыграло такую очень большую оскверняющую роль. То есть, так как его называли, ему даже сложно об этом говорить. Скорее, для того, чтобы Мухин отказался от своих показаний, что в отношении к нему были применены пытки, их неоднократно пугали, звонили. О том, что такое поведение характерно для местных стражей порядка, говорят и в Бюро по правам человека. Здесь скопилось достаточно обращений с заявлениями о пытках. Только в Кустанайской области за прошлый год зафиксировано 174 таких случая, и лишь по 16 из них заведены уголовные дела. К сожалению, несмотря на то, что определенное количество полицейских оказалось все-таки на скамье подсудимых, статистика показывает, что такое зло, как пытки, далеко от своего искоренения. Тем временем, в конце августа Константин Мухин должен пройти назначенную ему психолого-психиатрическую экспертизу. Именно эта процедура и определит, какой вред здоровью пострадавшего нанесли полицейские. Стоит отметить, что историю с убийством 7-летней Виктории Ганя до сих пор не оставляет в покое жителей Рудного. Ни в одного из подозреваемых в ее убийстве люди не верят. Нина Шапой, Евгений Баюрчук, Информбюро, Кустанай.